Привет и атрибуарно. На одном из их последних стримов мой подписчик Мастер Глитчер, через донатик, за что ему огромное спасибо, присел меня посмотреть ролик с канала Лоло Трек Майнкрафт, который называется «Как пройти Майнкрафт без левой кнопки мыши». Я слышал про этот канал, но я его еще никогда не смотрел, поэтому не знаю, чего тут можно ожидать. Но ролик давайте глянем, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Привет, я Лоло Трек, и сегодня я покажу вам, как пройти Майнкрафт без левой кнопки мыши. Для начала давайте разберемся, для чего игроки используют левую кнопку мыши. 99% игроков используют левую кнопку мыши для того, чтобы бить мобов или разрушать блоки. Поэтому, как бы это логично не звучало, в этом челлендже я не буду бить мобов, либо же ломать блоки. А так, а может быть, я просто перемещу, типа, ломать блоки на правую кнопку мыши, и я левую не буду пользоваться? Гениально! И да, ребята, я прекрасно знаю, что в настройках можно сменить любую кнопку. Ну, да, это я, видимо, просто гейтро. Слишком наглый. Ха-ха-ха-ха. Мыши на любую другую кнопку. Но зачем это делать? Ведь тогда смысл челленджа полностью потеряется. Ну, согласен полностью, это было бы не очень круто. И он будет совершенно неинтересный. Ну что, думаю, правила челленджа вам понятны и приятного просмотра. Ну, я вообще не понимаю, как можно тогда, не ломая блоки, пройти Майнкрафт, это как-то... Сначала все как обычно. Создаем мир и спаунимся на островке. И поскольку на этом островке практически ничего не было, я решил поплыть отсюда. И пока я плыл, я натыкался на различные затонувшие корабли и прочие постройки. Ну, так сломать их все равно не получится. К счастью, для того, чтобы лутать сундучки... А, там же сундуки, чтобы добраться до сундуков, ломать ничего не нужно. Мне нужна правая, а не левая кнопка мыши, и поэтому... О, а что это какая-то странная, блин, графика? Какая-то она, я не знаю, такая мультяшная, анимешная. Сколько ролику лет? Три года. А выглядит, я не знаю, мне почему-то нравится, у меня по-другому он выглядит. Это какая-то другая версия или это просто какой-то мод? Напишите в комментариях, пожалуйста. Это сделать я смогу. И налутав таким образом достаточно много ресурсов, я наконец-таки наткнулся на сушу. Ура, тут есть коровы, и я могу добыть себе еды. И точно, я же не могу бить мобов. Не можешь. Ну тогда нарубим себе дерево. Тоже не можешь, прости, пожалуйста. Ладно, да, его я тоже рубить не могу. И поскольку я почти ничего не могу себе добыть, я продолжил лутать сундучки в затонувших кораблях. Что-то корабли он дофига нашел, вам не кажется? А потом наткнулся на пустынный храм, рядом с аванпостом разбойников. Для начала я обошел всех разбойников и облутал сундучок в аванпосте. И поскольку тут было немного дерева, я схрафтил себе верстак и начал крафтить все необходимое. Повезло, повезло. Леб, ведро, железо, золото, нагрудник, поножи и ножницы. Что-то дофига, блин, реально он нашел все. Там поймете ли чего. Теперь пустынный храм. Взрываем крипера, чтобы туда проникнуть. Теперь делаем лестницу из блоков, которые надо было... А что так много этих там сундуков? Там всегда тут что ли так в пустынный храм? Криперы, лутаем все сундучки внутри. Облутав храм, я продолжил свои скитания по пустыне и наткнулся на свою первую деревню. Сами мы ломать блоки не можем, но за нас это могут сделать криперы. И поэтому с помощью них я добыл себе немного... Неплохо. Сейчас житель не забыл. Нашечка щена. Ой, убежал, хорошо. Прямо около деревни еще один храм, неплохо. Повезло. Взрываем проход с помощью крипера. Что-то как-то ему реально везет. А где он криперов находит? Подмаливает их что ли? И лутаем наш храм. Далее из добытых... Капец, вот это вот он все нашел, не ломая блоки. Офигеть. Гереть. Снапов сена, делаем себе пшеницу, а из нее хлеб. После чего совершенствую нашу броню с помощью железа, которое я нашел в храме. Далее, я купил себе побольше хлеба, растоптал тут грядки и отправился в далекий путь в поисках озера лавы для того, чтобы создать портал в ад. И тут у многих из вас... Как мне убить Ифрита в ваду, если я не могу убить их? У вас возник вопрос. Ну, типа, наверное, они должны сами себя бить каким-то образом, да? Как мне убить Ифрита в ваду, если я не могу убить их? Ответ таков. Для того, чтобы убить Ифрита, не обязательно использовать левую кнопку мыши, ведь мы можем убить его с помощью снежка. А, серьезно? А, это просто какой-то мир, наверное, с этим... В творческом режиме или что-нибудь такое, да? Зелье или лука используют для этого правую кнопку мыши. Слушай, гениально. Итак, зелья мы сейчас практически не... А что, луком разве стреляет справа? Так, не забудем. Луки стрелы с нашим челленджем будет добыть весьма проблемно. И самым лучшим, а также эффективным вариантом в нашей ситуации будут снежки. Это их надо где-то найти еще? Но тут одно условие нашего челленджа мешает другому, ведь для того, чтобы добыть снежки, нам надо ломать блоки, а этого мы сделать не можем. Еще один вариант, это приручить собаки на агрить их на эфрита. Но в пустыне, где я жил, волки не водятся, поэтому этот вариант, ну, такой себе. Поэтому самый лучший вариант, это раздобыть себе лук со стрелами и с помощью них завалить эфритов. Это, я так и понимаю, нужно мочить этих скелетов и из них когда-нибудь выпадет до лук? По-моему, луки падают и скелеты. Помните, я говорил вам, что лук и стрелы будет непросто раздобыть. Как же я тогда ошибался, ведь пока я искал осера лавы, я... Что, просто было в каком-то сундуке, что ли? Случайно наткнулся на деревню, где был житель лучник. Этот житель продавал целых 16 стрел за один сумрут, и поэтому... Неплохо. Поэтому я купил у него целую кучу стрел, а потом еще целую кучу. Вот вам и так. Так, если в пустыне выведите вот такие выпирающие в песок камни, скорее всего, подними осера лавы. И чтобы откопать его, используем свой заранее... А как он узнал? Нифига себе. В него много пацан играет. Блин, это круто. Заготовленный... Будет здесь, теперь знаете об этом, никогда не слышал об этом. Ну что, теперь можно приступать к постройке портала в ад. Берем немного водички, и поскольку из-за нашего челленджа мы не можем вырыть яму для портала в ад, делаем вот такой вот столб и выливаем в него воду. И все, никакая яма нам не нужна. А теперь просто берем лаву и выливаем ее по форме портала в ад. Теперь вот сюда выливаем лаву, а вот здесь размещаем доски. И ждем, когда лава их подожжет, тем самым активируя наш портал в ад. Офигеть. Не прошло и пяти секунд, как портал был активирован. Охренеть. И скрафтив себе еще немного. Блин, это круто на самом деле. В лимита взрываем с помощью него кровать в деревне. Теперь размещаем ее прямо около портала и спим на ней. И это нужно для того, чтобы если мы умерли в аду, мы возродились прямо около портала. Тоже логичненько, в принципе. Теперь прыгаем в портал и я в крепости. Какого хрена так повезло-то? Я не понимаю. Нифига себе везет. Че-то слишком прям реально везет. Он сундуков много нашел, типа в кораблях, в этих... В крепостях. Или как они называются, в пустыне. Здесь через портал сразу в крепость попал. Че, какого фига? Тени. Теперь находим спаунер эфритов и начинаем обстреливать их для того, чтобы выбить как можно больше стерни эфритов. Так. А ТНТ, их можно взорвать или нет? Хотя, наверное, если их взорвать, то взорвется еще и спаунер. Музыка классная. Накопив 10 стержней эфритов, я понял, что этого будет достаточно и вернулся в обычный мир. Окей, со стержнями эфритов мы разобрались. Теперь давайте разберемся с эндержем чужинами. И пока я искал эндерменов, я пытался добыть как можно больше шерсти совес, потом поймешь почему. Помимо шерсти, забываем рубить себе дерево с помощью криперов, оно тоже потом пригодится. Надя эндермена, смотрим его в глаза, ведь это единственный способ заагрить его на себя в нашем челлендже. Теперь залезаем в воду и все, для того, чтобы убить эндермена, нам больше ничего не надо делать. Тут нам не нужны никакие лодки и поршни, ведь эндермены весьма глупые создания. А, он все-таки будет забираться в воду, типа, а потом задыхать, да, потихонечку? Если игрок на гости в воде, то они постараются доплыть до него, из-за чего будут получать хрон, чтобы потом их и убьет. Ну а если мы захотим ускорить процесс его смерти, то мы можем... Можно просто так, да? ...пошечь его с помощью ведра лавы. Правда, тут есть риск, что мы случайно сожжем его шемчужину, и поэтому этого лучше не делать. К сожалению, из-за этого эндермена ничего не выпало. Ну ладно, пойду формить шемчужины дальше. Но потом наступил день, и эндермены с криперами перестали спауниться. Ладно, тогда поизучаю мир. О, это же... Блин, это сколько нам жемчужин надо? Тоже 10 штук, по-моему. Блин, лес, и тут встречаются волки, которые бы могли очень ускорить процесс выбивания жемчужин. Для этого находим волков и приручаем их. Первая собачка, вторая, третья и четвертая. Куда столько много? Мне кажется, с двумя было бы достаточно. О, еще и деревня рядом. Вообще зашелись. Наступила ночь, значит, что... Блин, вот это у него стая, конечно. Мне бы страшно было к такому человеку подходить. Он сбрасывал сверх армию и начинать охоту на эндерменов. Для этого нам надо лишь посмотреть эндерменов в глаза и дать ему дары себе. Они даже так издалека прибегают к тебе? Один раз, после чего собачки начнут их убивать, тем самым выбивая для нас шемчужины эндера. Нормально вообще. Музыка классная тоже. Так. И добыв в себе еще несколько жемчужин, я скрафтил из них отча эндера. Но потом я заметил, что моя броня совсем скоро сломается. И поэтому я отправился на поиски затонувших храблей, чтобы облутать их, найти там железо и золото и сделать из железа и золота. Что, блин, золото прям реально... Ой, железо прям реально дофига. Золото, новенькую броню. А золото зачем? Когда я сделал это, я наформил побольше эндер-жемчужин с помощью голема. Теперь делаем себе побольше кровати и шев... С помощью голема? Это как это? Когда на тебя нападает эндермен, подходишь к голему, он его бьешь, что ли? ...которую мы до этого добывали. И еще больше. И сделав кровать... А, взрывать этого. Как его зовут? Дракон, да? И наконец-таки обновляем свою броню. И, кстати, все эти кровати я сделал не для того, чтобы взорвать эндерракона, а для того, чтобы сделать кое-что другое. Ну, что другое. Я не понял, в смысле обновлять броню? По-моему, золотая броня, она хуже железной, разве нет? Напишите в комментах, я просто не помню. И обновив свою броню, я начал поиски крепости и думаю, что 15 эндеркласс точно хватит для того, чтобы не только найти, но и активировать эндерпортал. И когда я точно понял, где должна находиться эндерракон, я стал изучать пещерные системы, чтобы по возможности найти её в пещерах. И, к счастью, прогуливаясь по небольшому кондёнчику, я совсем скоро нашёл эндеркрепость. Это очень хорошо, потому что иначе мне бы пришлось буриться по землю с... Нифига себе, я бывал в эндеркрепостях? Ну, это та, которая тебя перемещает в этот, да? В эндермир. Но я не помню, чтобы там было у меня столько книжек. ...помощью динамитов, что очень непр... Ещё раз. ...очень хорошо, потому что иначе мне бы пришлось буриться по землю с помощью динамитов, что очень непр... Прямо реально повезло ему. Хотя, всё же динамитам не пригодятся, потому что единственный проход из библиотеки в основную часть крепости был перекрыт камнями. Купим побольше пороха с песком. Теперь взрыв номер один. И взрыв номер два. О, а вот и эндерпортал. Теперь размещаем тут сундук, кровать и спим. Далее, сложив почти все свои вещи в сундучок, активируем эндерпортал. Берём с собой одну кровать. И прыгаем в портал. К сожалению, нам не повезло. И мы очутились не снаружи, а прямо в глуби острова. Это прям очень нереально не везу... Не это... Как бы... Не круто. Не повезло нам, потому... Сейчас, наверное, ТНТ будет взрываться, да? Ну, что из-за того, что мы не можем ломать блоки, выброс отсюда будет весьма проблемно. Самое эффективное... Ну, так смотрят по сторонам. Ну, и прикалывает, как двигаются эти персонажи в Майнкрафте. Способ выброса отсюда, это провзрывать себе путь с помощью кровати. И потому что, как вам известно, в эндермере кровать взрываются. Именно для этого я и скрафтил... А, ну, в принципе, да. Можно без ТНТ можно... Кровать. Ой, гранаты... И, кстати, я не взял своих вещей в эндермере только потому, что это была просто разведка. Ну, начинаем выкапываться отсюда. Разведка, при которой ты слыхаешь. Блин, глубоко. А вот и свобода. Теперь берем все свои вещи, прыгаем в эндерпортал и бросаем вызов в эндерракону для того, чтобы доказать, что мы смогли пройти мейкап. Блин, ты пытается с первого раза. Офигеть, я полчаса там целился, когда я его пытался... Охренеть, красавчик. Так. Я когда пытаюсь вот так вот прыгнуть, типа, и воду под себя подливать, мне постоянно не получается. Ну, прям хорош, серьезно. Мне прям понравилось. Я даже кровати не использовал, чтобы его завалить. Дубовые доски. Стрелы кончились. АААААААААААААААААААААААААААААА! Как неповезно! Теперь все-таки придется кровати. Офигач себе, конечно. Ну ладно, хотя бы, блин, кровати. А то пришлось бы заново начинать, да? Ну, типа заново начинать бить дракона. А что ты не собрал все? Хотя зачем? Прошел жизнь, прошел. Ух, это было непросто, но дракон побежден и прохождение завершено. Я надеюсь, что тебе понравился этот ролик. Ты поставишь лайк, подпишешься на мой канал и в комментариях напишешь свою идею для челленджа по Майнкрафту. Нет, видос получился прям очень крутой. Мне понравилось. Я на самом деле даже не представлял, как можно, блин, реально пройти Майнкрафт без левой кнопки мыши. Я, потому что, ну, нубяра, я играю очень плохо. Я почти ничего не знаю. Здесь нам ловол трек показал прям очень крутой способ. И мне прям понравилось. Спасибо вам большое за контент. Спасибо большому подписчику за то, что попросил меня посмотреть видосиан. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если интересуются щелчки в описании. С вами как всегда был Рибон. Спасибо за просмотр. Пока.